Это была страшная, решительная минута для заговора. Стрельцы обезоруживались. Уйдут с позором из Кремля, и в другой раз их уже трудно будет привезти туда на ту же удочку, а между тем Матвеев примет свои меры. Начали поджигать толпу отчаянными средствами, кричать, что хотя царевич и жив, но все же пусть выдадут его недоброходов, Матвеева и Нарышкиных. Кричали, что Иван Нарышкин примеривал на себя корону и разные царские украшения. Вниз сошли уговаривать стрельцов-бояре. Князь Михаила Олегукович Черкасский, князь Иван Андреевич Хованский, Петр Васильевич Шереметьев, Большой, князь Василий Васильевич Голицын. Стрельцы обратились к ним с требованием, чтобы великий государь указал им выдать бояр. Князя Юрия Алексеевича Долгорукова, князя Григория Григорьевича Ромодановского, князя Михаила Юрьевича Долгорукова, Кирилла Полуэхтовича Нарышкина, Артамона Сергеевича Матвеева, Ивана Максимовича Языкова, Ивана Кирилловича Нарышкина, постельничего Алексея Лихачева, казначея Михаилу Лихачева, чашника Семена Языкова, думных дьяков Лариона Иванова, Данила Полянского, Григория Богданова, Алексея Кириллова, стольников Афанасия, Льва Мартимьяна, Федора Василья, Петра Нарышкиных. Когда им сказали, что этих людей нет у государя, то они начали волноваться. На князе Черкасском и задрали кафтан. Тут Матвеев сошел с крыльца за решетку и стал уговаривать стрельцов, припомнил их прежние заслуги. Сперва они сами помогали укращать бунты, а теперь собственным мятежом уничтожают все старые подвиги. Тщетно Хованский, как говорят, делал стрельцам знаки, чтобы они бросились на Матвеева. Стрельцы оставались тихие, неподвижные, и просили Матвеева, чтобы заступился за них пред царем. Матвеев, довольный оборотом дела, возвратился наверх к царице. Но заговорщики не дремали. Видя, что дело не ладится перед дворцом, они направили толпу самых отчаянных стрельцов из синей грановитой палаты на красное крыльцо. А между тем и перед дворцом им помог человек, на которого, разумеется, они меньше всего могли рассчитывать. Князь Михайло Долгорукий, о котором не было слышно обо все продолжение страшной смуты, тогда как его было дело не допускать до этой смуты, теперь, когда стрельцы находились в затруднительном положении, пришедший по нелепому слуху в Кремль ко дворцу, и когда были утишены Матвеевым, теперь князь Михайло вздумал разыграть перед ними начальника. С бранью и угрозами начал он на них кричать, приказывая сейчас же убираться из Кремля в свои полки. Ничто не могло так раздражить разнуздавшихся стрельцов, как этот старый начальнический тон. И что было хуже всего, этот начальнический тон принимал человек, которого они не любили и не уважали, над которым привыкли смеяться. Стрельцы вышли из себя, вломились на крыльцо, схватили Долгорукого и сбросили его вниз на подставленные копья, полумертвого изрубили бердышами. У толпы помутилось в глазах от первой крови. А тут из синей грановитой палаты вбегают другие стрельцы и бросаются на Матвеева. Царица и князь Михаил Олегукович Черкасский хотели было защитить его, но стрельцы вырвали у них Матвеева и сбросили на площадь против Благовещенского собора. Тут изрубили его на мелкие части. По другим известиям, Матвеев, чтобы защитить себя, схватил под руку царя Петра, но стрельцы вырвали его из-под руки царской. Патриарх хотел было сойти к стрельцам вниз, но ему закричали, «Не нужно нам ни от кого никаких советов! Время разбирать, кто нам надобен!» И, уставя перед собою копья, бросились во дворец искать других изменников. Наталья Кириллна, схвативши сына, ушла в грановитую палату, и за нею разбежались все. Неизвестно, куда попрятались многочисленные царедворцы и вместе воины, ежедневно толпившиеся на крыльце и в передней, а теперь оставившие дворец, Кремль и Москву во власти рассверепевших стрельцов, на которых обыкновенно смотрели с таким презрением. Оставшись господами во дворце, стрельцы бегали всюду по комнатам царевин. Заглядывали под кровати, перетряхивали перины, рылись в чуланах, забегали в церкви, в алтари, ощупывали престолы и жертвенники, тыкали под них копьями, думая, что там скрылся кто-нибудь из Нарышкиных. Встретили стольника Федора Петровича Салтыкова, приняли его за Афанасия Кириллча Нарышкина и убили. Потом, увидя ошибку, отвезли тело к отцу, известному нам боярину, Петру Михайловичу Салтыкову, с извинениями. Старик отвечал «Божья воля!» и велел угостить убийц вином и пивом. В комнате царицы Натальи нашли они Карла прозвищем Хомяка и спросили, где спрятались Нарышкины. Хомяк указал им в сеной церкви воскресенье под престолом места убежища Афанасия Нарышкина. Стрельцы вытащили его на паперть, рассекли и выбросили на площадь. Ивана Фомича Нарышкина отыскали в доме его за Москвою-рекою и убили. Убили и знаменитого воеводу двух последних царстваний князя Григория Григорьевича Рамадановского, на которого были злы со времени чагиринских походов. Любимец покойного царя Феодора, боярин Языков, скрылся было у духовника своего при церкви Николы на Хлынове, но был предан холопам. Стрельцы привели его к Архангельскому собору и изрубили на части. Убили домного диака, управлявшего посольским приказом, Лариона Иванова, и несколько других, менее значительных людей. Все эти убийства сопровождались криками «Люба ли!» обращенными к окружавшему безоружному народу, от которого стрельцы требовали одобрения своим поступкам. Надобно было кричать «Люба!» и махать шапками. Кто же не хотел кричать «Люба!» или показывал вид сожаления, тех били. Убивши кого-нибудь, волокли в Спасские или Никольские ворота на Красную площадь. Перед телом шли стрельцы, как будто для почета, и кричали «Вот боярин Артемон Сергеевич!» «Вот боярин князь Рамадановский!» «Вот Долгорукий!» «Вот дом наедет!» «Дайте дорогу!» Мы видели, что стрельцы ходили к старому боярину Салтыкову с извинениями, что ошибкой убили сына его. С такими же извинениями явились они к больному осьмидесятилетнему Долгорукому, что не удержались в запальчивости, грех попутал, убили сына его, князя Михайлу. Старик спокойно выслушал их извинения, у него даже достало духа угостить их вином и пивом. Но когда убийцы ушли, и к больному князю вошла невестка, вдова убитого, с громкими воплями о муже, Долгорукий сказал ей в утешение. «Не плачь!» «Щуку-то они съели, да зубы остались!» «Недолго им побунтовать!» «Скоро будут висеть на зубцах по стенам белого и земляного города!» Холоп побежал за стрельцами и объявил им, что старик грозится. В ярости воротились стрельцы, стащили больного Долгорукого на двор, рассекли на части, выбросили за ворота в навозную кучу и на труп положили соленую рыбу. Целый день пятнадцатого мая прохозяйничали стрельцы во дворце и Кремле. Когда смерклось, они разошлись по своим слободам, но в Кремле, Китае и Белом городе оставили крепкие караулы при всех воротах, наказав не пускать никого ни в Кремль, ни из Кремля. Шестнадцатого мая утром стрельцы с теми же криками при набате и барабанном бою опять явились у дворца с требованием выдачи Ивана Кирилловича Нарышкина. В противном случае грозили перебить всех бояр. Несмотря на эти угрозы, Нарышкина им не выдали. И, подождав до часа пополудни, они по-прежнему расставили везде свои караулы и ушли из Кремля. Иван Кириллович Нарышкин с отцом, братьями, родственниками и сыном убитого Матвеева Андреем Артамоновичем, прятались сначала при комнате маленькой царевны Натальи Алексеевны, а потом в комнатах царицы вдовы Марфы Матвеевны. Одна только постельница Марфы, Клушина, знала об убежище несчастных. Семнадцатого числа на рассвете Клушина отвела их в темный чулан, где они спрятались за перинами и подушками. Дверь чулана по совету Матвеева нарушно оставили отворенную для избежания подозрений. Стрельцы в третий раз столпились у дворца с криком, чтобы выдали Нарышкина и что на этот раз они без него не выйдут из Кремля. Нет никакой нужды предполагать непременно, чтобы Софья и Милославский с товарищами не хотели успокоиться, пока Иван Нарышкин был в живых, что они до такой степени были озлоблены выходками молодого человека, выдававшегося вперед из всей фамилии, но не могшего быть опасным по личным достоинствам. Для них одна половина дела была сделана, Матвеев убит. Оставалось сделать другую, отнять правление у мачехи, что легко было теперь сделать при помощи стрельцов, полновластных господ в Москве. Еще шестнадцатого числа Хованский спрашивал стрельцов, выгнать ли из дворца царицу Наталью Кирилловну, и получил в ответ «Люба, Люба». Другое дело стрельцы. Они пришли к дворцу по вести о цареубийстве. Весть оказалась сложная, но для оправдания себя зачинщики кричали, что если преступление не сделано, так сделается, что во дворце есть изменники, истребители царских семян и главные Иван Нарышкин, который уже и корону примеривал. Убили Матвеева, против которого не слышалось никаких обвинений в измене. Убили ошибкой Салтыкова, убили долгоруких, а главный изменник жив. Зачем же приходили? Где же их служба царскому дому? Что выставлять заслугою и оправданием пролитой крови? Понятно, что не для заводчиков дело, но для целой массы необходимо было получить Нарышкина. Только его выдачу и мятеж действительно мог упасть, если не умели и не хотели прекращать его другими средствами. Царевна Софья резко сказала царице Наталье, брату твоему не отбыть от стрельцов, не погибать же нам всем за него. Перетрусившиеся бояре со слезами просили царицу выдать брата и тем избавить их от смерти. Делать было нечего. Нарышкина вывели из его убежища и привели в церковь Спаса за золотую решетку. Здесь его исповедали, приобщили, особоровали, по совету Софьи ему дали держать перед собой образ Богородицы, быть может убийцы постыдятся святыне. Началось страшное прощание сестры с братом, которого вели на мучительную смерть. Это прощание некоторым показалось очень долго. Перетрусившийся старик князь Яков Никитич Адоевский не мог выдержать, стал торопить царицу. Сколько вам, государыня, не жалеть, а все уже отдать придется. А тебе, Ивану, отсюда скорее идти надобно, а то нам всем придется погибнуть из-за тебя. Нарышкин вышел из церкви. Стрельцы, как только завидели его, страшным воплем кинулись на жертву, но не убили немедленно же, как других, а потащили в Константиновский застенок. Других били или по ошибке, или в пылу гнева, или за свои старые обиды. Но Нарышкин был обвинен в измене, в посягательстве на жизнь царевича. Стрельцы взялись вывести измену из дворца, изменник в их руках, надобно его пытать. Не вытерпит мук, признается, полное оправдание восстанию. Но стрельцы обманулись в своей надежде. Нарышкин не сказал ни слова под пыткою. Из-за стенка его вытащили на Красную площадь и рассекли на части. Наконец казнили иностранного доктора Даниила фон Гадена, обвиненного в отравлении царя Федора. Гаден, заслышав беду, успел было в нищенском платье уйти из немецкой слободы. Двое суток прятался в Марьиной рощи и окрестных местах. Голод заставил его возвратиться в немецкую слободу, где надеялся приютиться у одного знакомого и поесть чего-нибудь, но на улице был узнан, схвачен и приведен во дворец. Здесь царевна и царица Марфа Матвеевна умоляли стрельцов пощадить доктора, уверяли, что он совершенно невинен в смерти царя Федора, что он в их глазах сам прежде отведывал все лекарства, которые составлял для больного государя. Все понапрасну. Стрельцы кричали, это не одно только, что он уморил царя Федора Алексеевича, он чернокнижник, мы в его доме нашли сушеных змей, и за это надобно его казнить смертью. Гаден находился в одном положении с Нарышкиным, на нем лежали тяжкие обвинения относительно посяганий на здоровье государева, его потащили в тот же Константиновский застенок на пытку. Стрельцы пытали, стрелец записывал пыточные речи. Гаден не вытерпел мук, наговорил на себя разные разности, стал просить, чтобы дали ему три дня сроку, и он укажет тех, которые больше его достойны смерти. «Долго ждать!» закричали стрельцы, разорвали записку с пыточными речами, потащили Гадена на Красную площадь и там разрубили на мелкие части. На другой день, 18-го числа, во дворец явились стрелецкие выборные изо всех приказов, но уже без оружия. Били челом великому государю и государы немцаревном, чтоб боярина Кириллу Полуэхтовича Нарышкина, родного деда своего, указал великий государь постричь. Просьба была немедленно же исполнена. Старика постригли под именем Киприана и отослали в Кириллов Белозерский монастырь. 19-го числа новое челобитие от солдат, стрельцов и пушкарей в заслуженных деньгах с 1646 года. Выходило, что надобно было им заплатить 240 тысяч рублей, кроме того, что им пожаловано было по 10 рублей на человека. Продолжение следует... Продолжение следует...